Какие вопросы разбираются под этим хадисом? Первый вопрос. Использование очищающих средств вместе с водой в процессе мытья отмывания одежды от крови хайда. Понятно ли нет? То есть, что это означает? Обязательно ли использовать какие-то еще очищающие средства во время отмывания крови хайда, крови менструации или достаточно ограничено только водой. Понятно ли нет? То есть, исходя из хадиса, достаточно ограничено только водой. Так или нет? Не обязательно использовать сидр или мыло, или шампунь, порошок. Ничего этого использовать необязательно, исходя из хадиса. Однако хадис слабый. Правильно? Хадис слабый. То, что Пророк сказал , достаточно тебе воды, Так, и мы сказали, это слабо, так? Некоторые же ученые сказали, то есть смотри, первые сказали, что это необязательно, так? Потом они сами разделились на два ещё. Некоторые сказали, что и необязательно, и нежелательно. А некоторые сказали, что это желательно. То есть вместе с водой используют еще очищающие средства. Некоторые ученые сказали, что это желательно, но не обязательно. И среди этих ученых многие из последователей имама аш-шафии. И большинство ханафитов. И почитал правильным это слово или это мнение имам аимма, так как его называют. Ибн Хузейма в своем достоверном сборнике. Теперь следующее мнение в этом вопросе. А сам имам аш-шафии посчитал, что обязательно использовать вместе с водой еще какие-то очищающие средства. Так, то есть недостаточно отмывать кровь и инструацию только водой. И использовал он в хадисе Умму Хайса. Хадис Умму Хайса. Который приводит слово Абу Дауде. Так, это хадис приводит слово Абу Дауде. То, что она, то есть Умму Хайса, пришла к пророку, и спросила его о крови и инструации, если она попала на одежду. Ахали сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассаляма, хуккиги бибыль аин. То есть подкреби его. Выля это много значений еще слово, так? Аллах алим одно из них, потому что ногтем. Подкреби это место ногтем. И помой это место водой и алоэ, так? Лотос? Сидр, на, лотос. Перепутал сейчас. Не алоэ, лотос, все правильно. Суть, то, что очищающее средство, в общем. Так? У арабов это использовалось как очищающее средство. Ахраджи Абу Дауд, этот хадис приводит имам Абу Дауд, 363. О, хадисам сахиха, и этот хадис достоверный. Этот хадис действительно является достоверным. То есть теперь у нас два хадиса. Приходит от Абу Гурейры то, что Хауля спросила посланника Аллаха. Если не уйдет кровь, он сказал, достаточно тебе воды, если даже останется след от крови так, то это тебе не повредит. В хадисе пришло, достаточно тебе воды, хадис лавый. Теперь второй хадис от Ум Ма Каису Абу Дауд приходит, что пророк сказал, что он стал помой водой и лотосом. Так или нет? То есть пророк сказал, что он велел и приказал мыть водой и лотосом. Приказ несет в Уджюб. Так? Обязательно. Следующее. И склонился имаму Сан Ани к тому, что это мнение более достоверно, как это приходит в Субу Али Салам. И также это мнение, то есть обязательность использования еще каких-то средств очищающих вместе с водой. И почитал правильным это мнение также шейх Ал-Ал-Албани. Так? Камафис Сахиха. Как это приходит в Силес-Сахиха. Первый тонн 541 страница. Ясно? Камафис Сахиха. Камафис Сахиха. Но сказал шейх Мухаммад Хизан. Но то, что мы считаем более правильным. То, что мнение первое более правильное и Аллах лучше знает. То, что необязательно использовать что-то вместе с водой. Достаточно использовать воду для смывания крови. Так? Минструальной. А что касается хадиса «як викильма достаточно тебе воды», то «да айв кама тахаддам». Так? То этот хадис славный, как мы уже сказали. Но вместе с этим «югни анух» хадис Асма. Асма ал-лави кабляху. Но достаточно нам хадиса Асмы бинт Абибакра Саддых. Который приходил в Булугу-ль-Марам до этого хадиса. Так? Приходил нам ранее. Что в этом хадисе пришло? Сначала по три, потом подскреби пальцем под водой. Потом смой водой. Так? И не указал здесь никаких отчаящих средств. Только сказал про воду. Так ограничиться водой посланник Аллах Асм. На вопрос, что делать с кровью, которая попала на одежду. Понятно или нет? Поэтому говорит, в хадисе Акфикльма достаточно тебе воды, это хадис слабый. Но говорит, достаточно нам хадиса Асмы бинт Абибакра Саддых. Который был до этого хадиса. Так как она тоже спросила, как и кто? Как и Умму Хайс. Тоже спросила, что делать с кровью, которая попала на одежду. Абхайда. И пророк Салала Асм ответил ей, чтобы она помыла это место водой и не упомянул здесь лотос. И ничего другого также не упомянул. И в это время пророк Салала Асм давал фетву. Так или нет? То есть, если бы, смотри, обязательно было использовать что-то, кроме воды, вместе с водой. Пророк давал фетву и обязательно ему разъяснять так, не откладывая надолго. Вопрос, если это обязательно. Так или нет? Потому что, если это не обязательно, алейкум салям, то человек не выполнит обязательную вещь и получит грех перед Аллахом. Так или нет? Или человек, который дает фетву, получает грех перед Аллахом за то, что не разъяснил обязательный пункт. Так, вопросы. Поэтому пророк Салала Асм раз ограничился, мы говорим, в этом месте только водой, соответственно, то, что он сказал о том, что добавляй лотос, это для желательности, но не является обязательным. Понятно ли? Говорит вагула макаму аль-фетва, и пророк Салала Асм дал этот ответ в виде фетвы. И если бы было ей обязательным добавлять в воду еще какие-то очистительные средства, то он непременно разъяснил бы это. Это одно из правил, что у Сулии, одно из правил, основ стиха. Почему? Потому что не разрешается откладывать разъяснение от времени необходимости. То есть она пришла, ей необходимо разъяснить ее вопрос. Пророк Салала Асм был обязан разъяснять вопрос, не откладывая его от этого времени. Потому что может быть человек уйдет и умрет, может быть человек уйдет и уедет куда-то далеко, так или нет, может быть потом забудется этот вопрос и так далее. Поэтому пророк Салала Асм был обязан доносить разъяснения, не откладывая от времени необходимости. Ясно или нет? Это же правило тоже для Астана. Как? Правило для Астана. Может быть. И сказал что, поэтому Аллах Салал сказал, я ему Расуль, «О, покланник, доноси то, что несло на тебя от твоего Господа». А приказ, который пришел в хадисе Алмухайз, то, что он приказал ей лотос добавлять, так? «И ухмалю Аллах Салал. Мы говорим, что это всего лишь желательно. Потому что есть также хадис Атмы еще в главе, так? «Джем'ан бейн аль-адилля». Для того, чтобы собрать между всеми доводами. То есть мы не говорим, что берем Алмухайз хадис, а Атмы выкидываем хадис, так? То есть нам приходится брать оба хадиса и соединять, объединять между этими доводами хадисами. И после этого объединения получается, что добавлять что-то из очистительных средств является желателем.